Строительство зала гимнастики в Заволжье на финишной прямой. Двухэтажное здание полностью построено, а внутри уже идут отделочные работы. И это тот самый зал для занятий художественной гимнастикой. Просторный, с высокими потолками, о котором мечтало не одно поколение заволжских спортсменок. А появился он благодаря одному из их тренеров, Ларисе Беловой. Это было в городецком районе, в администрации городецкого района. Приехал Глеб Сергеевич Никитин и Лариса Викторовна, так скажем, осмелилась задать вопрос, что не пора ли у нас в городе Заволжье при наличии чемпионок мира, Европы, чемпионок олимпийских игр иметь свой зал художественной гимнастики. На что Глеб Сергеевич буквально на одну секунду подумав и дал задание всем министрам, которые с ним были, которые отношения имеют к строительству, к спорту. И буквально через месяц, как сказала Лариса Викторовна, поступил первый звонок, что решение принято, что залу художественной гимнастики в городе Заволжье быть. Уже 30 декабря 2019 года при участии губернатора области Глеба Никитина и чемпионок мира и Европы, заволжанок Дины и Арины Авериных, был заложен первый камень зала гимнастики. Сама стройка началась в марте 2020 года. С тех пор сроки сдачи объекта по различным причинам, в том числе из-за пандемии, переносились не раз. Сейчас строители наверстывают упущенное. На объекте трудится порядка 80 человек. Работы ведутся сразу во многих помещениях, устраняются недоделки и замечания. Рабочие стараются сделать всё, что запланировано. В этом здании первое, что будет красивый большой зал художественной гимнастики, который соответствует всем требованиям проведения соревнований высокого уровня. Зал хореографии прекрасный. Он будет с покрытием паркет, где девочки могут оттачивать всё своё мастерство. Современные раздевалки, современные комнаты душевые, туалетные комнаты, красивый кафель. Всё светло, красиво. Одно из немаловажных условий, что в этом здании есть лифт. Зал гимнастики, в который вложены сотни миллионов федеральных, областных, а также местных средств, планируют открыть уже осенью этого года. Ольга Славьёва, Евгений Прокофьев, Городец ТВ. Специально для Время новостей.